Детский сад номер 94, что в Железнодорожном районе, небольшой, всего 4 группы. Сюда ходят чуть больше 100 детей. Казалось бы, победить в объявленном городской администрации голосований с таким количеством воспитанников трудно. Но их родители твердо решили, первое место никому не отдадим. Я всех своих знакомых, всех-всех-всех просила проголосовать. У меня многие знакомые из нашего микрорайона здесь ходят в детский сад, ведут уже своих старых детей. Есть даже и третьих детей ведут сюда, в этот детский сад. Поэтому детский сад этот все знают. Чтобы все сады и большие и малые соревновались в одинаковых условиях, число проголосовавших при подведении итогов делили на количество воспитанников, получая условный коэффициент. Так что победили садики самыми активными родителями. Лариса говорит, куда потратить полученные средства, родители и воспитатели решали сообща. По правилам конкурса они должны быть направлены на создание развивающей среды. Остановились на том, чтобы модернизировать игровые площадки. Мы приобретем современные новые карусели, качели, песочники. У нас в принципе все есть, но хочется что-то нового, современного обновить, и чтобы это было видно и родителям, и детям было очень интересно. Сумма, которую получит на эти цели 94-й садик – 500 тысяч рублей. Заведующая говорит, сумма внушительная, но и оборудование не дешевое. Один современный песочник, по ее словам, стоит не меньше 50 тысяч. Садики, занявшие вторые и третьи места, получат, соответственно, 300 и 200 тысяч. Деньги должны поступить на счета учебных заведений до 15 октября, освоены до конца года. Кстати, городской комитет по образованию считает, что первый конкурс прошел успешно и планирует уже весной следующего года его повторить. Призовые при этом останутся прежними, а вот нынешние победители повторно участвовать в голосовании уже не смогут. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует...